Мы перед выходом уговариваем ребенка надеть те кроссовки, которые хочет мама. Поэтому отвлекательные маневры. Открываем подарочек и возьмем его с собой. Всем доброе утро. Восьмой подарочек. Давай, бери. Будем смотреть, что там? Ну-ка, давай. Уже, видите, все собраны, все одеты. Последний момент. Так, заглядывай, смотри. Что там? Что там, сынок? Такого у тебя еще не было. Что там, что там? Ух ты! Макуи! Пятидесятый Макуи! Возьмем его с собой? Да? Все, поехали. Поехали. Давай, мы только одну машинку возьмем, а то мы потеряем с тобой. Все, берем только одну, сыночек. Одну, новую. Пойдем. Поехали. Ребята, мы снова в магазине. В общем, мы два, кстати, обновочки. Ванюшки купили вот такую шапочку. И вот такую гурточку коричневую. Особо выбора не было. Мы сейчас привезли Надю в Савадель. Сейчас заехали в Лерой, так как у нее нет машины. Вот. Ей нужно полочки купить. Ну, в общем, такую габаритную. И отвезти ее контроладора. Вот эта штука для музыки. Вот. Короче, мы решили собраться все вместе. И вот приехали в Лерой. Ванне нужно купить горелку. А Наде нужно купить полочки. Вот. Так что мы вот все вместе. А потом, наверное, пойдем кофе попьем и позавтракаем. Потому что мы ничего не ели. Проснулись и сразу, сразу поехали. Все. Я тут без маски хожу, а так нельзя. Кстати, масочку я купила в Бершке. Спасибо за комплименты. Мне тоже она очень нравится. Крута. Единственное, что вот эта вот штука вот так вот. Это. Ой. Как мягенько, да? На ковре. Ты куда? Мы приехали к Наде домой и родителям. Вот которых еще нет. Очень часто спрашиваете, когда приедут Ванины родители. Уже совсем-совсем скоро. Очень скоро они вернутся. Ванек нашел этот-то пакет со своими игрушками. И я тут нашла, что мы, оказывается, отдавали, чтобы у тетёли с деть Вовой был этот магнитный конструктор. И мне кажется, сейчас у Ванюшки будет интересно в него играть. Поэтому я его заберу. А когда приедут уже тетёли с деть Вовой, мы другую партию игрушек сюда перевезем. Вот. И когда Ванюшка будет сюда приезжать, у бабушки с дедом, чтобы были тут всякие разные игрушки. Это он. Игрыз ещё когда совсем-совсем маленький был. Вот. Сейчас тут машинками играет, балуется. А Ваня тем временем помогает. А Надя делает ей полочки вешает. Пошли посмотрим, что там папа делает и Надя. А ну-ка. Маечка. Что они там делают? А ну-ка давай посмотрим. А ну-ка давай посмотрим. А ну-ка давай посмотрим. Полочки он надевает. Красивые полочки, да? Красота. Одна будет тут? Да. Ага. Красота с работы кипит. Так, ребята, сейчас покажу немножко чистоты. Беспорядка у нас. Катастрофа в прихожей. У нас катастрофа в зале. И у нас вкусная еда на кухне. Сыночек кушает курочку с лапшой и брокколи. Ой! Сына, ты че? У нас гречка с вами. Давай я помогу. У меня курица с томатным соусом. У Вани селедка. И свекла с чесноком и хлебшем. Все. Мы кушаем. Какой молодец. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Так-так-так-так. Та-дам. В конце дня мы решили перевести. Как и вчера. Да. Я знаю, ребят, что здесь обратный отчет. Но мне больше нравится. Странно обратным делать. Ой, сейчас. Подожди, почему обратный отчет? Тут написано отчет до Крисмас. А. Ну, подписчики написали, что там обратный отчет. В общем, не важно. А, не знаю. Ладно. Чай. Веремий чай. Попить. Сегодня у нас восьмое. Восьмое. Сейчас, короче, ребят, я вам очередную перлу как ляпну. Что, ты выдаешь перлу каждый раз? Угу. Я вчера Барбарис назвала шиповником. А, ну это нормально. Всегда их путаешь. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Учитесь быть благодарными, ведь каждому из нас дано очень много. Угу. Это земляника? Это надо читать. Потому что похоже на клубнику и... Ну это травяной чай, потому что там... Сладкий вкус этнического напитка. Вэлбы. А еще не перевели. Аромату земляники, да. Рой ваш. Земляника. Земляника. Прекрасно. Будем пить земляничку. Пума, ты тоже будешь в чаек? Все, сейчас мы заварим. Вот, лежим в спальне. Усяша у нас рядышком с нами. Ванюша спит. Как удобно то, что у нас есть в комнате телек. Это вообще такой кайф. Лежишь. Мы, кстати, шторки закрыли. У нас скоро сами выключатся украшения. Смотрим сейчас разговор. До этого смотрели еще передачи. В общем, отдыхаем. Завтра у нас активный день. Да, Пусяша? И мне что-то так захотелось яблочко. После хлопья? Да, мы еще поели хлопья. Ты видела, сколько у нас чашек стоит в ванной комнате? Пять штук. Пять чашек. Надо их все отнести. Я сегодня впервые поела хлопья с соевым молоком. С шоколадом. Ну, короче, какао я себе покупала на соевом молоке. И вот Ваня сделал мне на этом. Кстати, как тебе? Вкусно. Да. Только хлопья очень быстро стали мягкими. Угу. Я хотела хрустященькие, но все равно было вкусно. Я думаю, на кокосовую. И то, я твои, я сначала свои разогрел. И тебе, я думаю, тебе сделают позднее, чтобы, ну, они тебе были потверже и все равно размекли. Потому что у меня каша такая получилась. Угу. Ну, в общем, мне понравились. Я не ожидала, что мне понравится. Но было очень вкусно. Иногда очень хочется именно вечером на теплом молочке хлопья. Но я сейчас вот везде, я уже сколько? Когда я начала... Я не помню, когда это началось. Когда я перестала пить молочку? Я уже не помню. Ну, одну неделю ты привыкала? Ну, недели две, наверное, точно, да, прошло? Ну, две. Я думаю, да. Вот. И как бы хорошо. Еще я заметила, что когда я ем апельсины и что-то сладкое, у меня сразу появляются такие вот пятна красненькие, которые чешутся. Я вот Ване сегодня говорила, я не знаю, либо это психосоматика, либо я сама вот себя накрутила, убедила в этом, либо у меня реально кожа реагирует на... Ну, тебе давно писали про то, что сладкое, у тебя может кожа также реагировать на сладкое. Ну, это же сладкое на самом деле, и оно полезно вам. Я очень ограничила себя в сладком, потому что хлопья, например, у меня без сахара. Ого, камера с ума сошла. Хлопья, которые я ела, они без сахара. Вот эти все мои растительные напитки, они тоже все без сахара. Я вот только на выходных и вот на мамин день рождения себе, конечно, позволила очень много. И вот у меня были таких три пятна красных. Вот, а сейчас вот они уехали, я ничего не ем, и они прошли. Тут теперь хочется яблочко. Все-таки у нас та батарея просто не работает, а эта фигачит нормально. Фигачит, да. Да, мы включаем отопление, у нас под вечерами, на холодно. Вот, а днем не включаем, а вечером перед тем. У нас пульт просто внизу, там внизу холоднее, поэтому здесь нагревается. Там вроде есть начатое яблоко. Окей, я сейчас там наеду. Я просто целое не буду, потому что там мама привезла, а просто гигантские яблоки, кстати, покажешь. Покажешь? И я буду там... Я боюсь, что у меня будут все руки заняты чашками, тарелками. А вот еще чашечки тут стоят. Да. А, и тут еще. Вот везде чашечки. Это кошмар. Ужас. Еще на моем бьюти-стале тоже есть чашка. Ужас. И там еще пять чашек в ванной комнате. Ужас. Загрузи сразу их посудомойку. Ужас. И надо посудомойку включить. Ну, логично, нет. Но мы иногда забываем. Вообще, ребят, хотела с вами поделиться. Сегодня у меня такой день. Именно вторая половина дня прошла очень так. Так. Она прошла хорошо. Но эмоционально я была нестабильна. У меня бывает такое довольно часто, мне кажется. То, что у меня просто слезы льют просто градом. И я не могу это контролировать. Мне становится очень грустно. Ничего не происходит. В смысле того, что нет никакой причины. Все замечательно. Все живы. Все здоровы. Отношения прекрасные. Все супер. Все супер-гупер замечательно. Но у меня такое бывает. Когда я вот просто все. Я на нуле. И мой организм херок. Слезами. И вот у меня бывают такие дни, когда мне нужно просто проплакаться. Просто принять вот свое плохое настроение. Не искать причины. Что-то с этим делать. А просто принять. Я просто делилась своим состоянием в инстаграм. Сторис. И девчонки. И ребята. Всем огромное спасибо. Многие проходят через то же самое. И особенно очень сильно накатывают эмоции. Когда ты сидишь. Плачешь. И думаешь, что вот в эту минуту. Сейчас опять расплачу. Что я только успокоилась. Вот стендап мы посмотрели. Я немножечко отвлеклась. Вот у меня такое бывает. И еще когда я раньше на общественном транспорте ездила. У меня бывает, что у меня плохое. Такое просто грустно. И я вижу. Допустим, я ездил в транспорте. У меня даже влог был. Я видела старенького дедушку. Он сидел и плакал. И я начинала. И я начинала плакать о том, что вижу, что он плачет. Вообще, когда я вижу, когда пожилые люди плачут. И я просто, ну, меня все переворачивает. Вот. А сегодня дома я читала директ. И представляла, вот читала эти сообщения. Представляла, что вот в данную минуту сижу и плачу я. И еще очень-очень много девушек, женщин, которые тоже сидят и плачут. И сколько всего в мире происходит потери всего плохого. Вот. И от этого у меня просто бум. И вот слезы градом. Бывают у меня периодами. Вот. Но тут главное. Ваня уже на опыте. Он... Поначалу он всегда такой, что случилось? Что нужно сделать? Почему? Да что так? Что не так? То сейчас он просто принимает. Говорит, ты хочешь поплакать? Я говорю, да, мне надо поплакать. Мой психолог, который я ходила раньше. Сейчас я уже не хожу пока. Но... Но всегда на связи. И вот она мне говорила всегда. Организм и мозг всегда знают, что он делает. Поэтому если хочется плакать, нужно найти какое-то место в доме, да? В квартире, там где ты живешь. И выплеснуть эмоции. Никогда их не держать в себе. У меня был опыт, когда я все держала в себе. И не давала эмоциям волю. И это просто отвратительно. В один прекрасный момент ты взрываешься на всех своих близких. На... Абсолютно на всех. У тебя просто такой шквал негатива. И плохо становится всем. Поэтому я предпочитаю, чтобы мне было плохо какое-то время. Я проплачусь. Перезагружусь. И все прекрасно. Поэтому всякие дни бывают. Вот у меня частенько такое бывает. Я не всегда этим делюсь. Потому что... Я просто знаю, что мои зрители, которые смотрят, они заряжаются позитивом. Вдохновляются. И у каждого... У каждого проблем хватает. И не хочется еще сидеть и смотреть на человека, у которого тоже не... Я очень много отдаю энергии. И... Просто нужна перезагрузка. Чтобы подпитка. Чтобы опять восстановиться. И... Держать дальше. Так что сегодня вот как-то так. Сейчас съем яблочко. И постараюсь уснуть. Засыпаю я... Кстати, с медитациями на раз-два-три. Поэтому... Вот так вот. Перебираю пальцы. Немножко нервничаю. Вот... Такой вот день, ребят. Вот так вот я себя чувствую. Всякие разные бывают у меня чувства. И вот... Кто смотрит меня очень давно... Я уже не раз делилась, не раз рассказывала о том, что я могу заплакать на ровном месте. Проплакаться. И потом все нормально. Вот... Как-то так. Вот такая вот у меня есть черта. Я даже не знаю, характер это или что это. Но вот такая вот, так скажем, особенность. Которая, я думаю, присутствует у очень-очень многих людей. Субтитры сделал DimaTorzok